Петр Серафимович пойман на месте преступления. Каждому клещу в лаборатории дают имя его жертвы. Именно сюда пострадавшие от укусов везут маленьких вампиров, напавших на них. Специалисты делят клещей, которые встречаются в нашей области, на два вида – лесной и пастбищный. Оба могут быть переносчиками энцефалита, а вот клещевой боррелиоз или болезнь лайма переносит только лесной клещ. Наличие вирусов и проверяют в лаборатории. Клеща растирают, совмешивают его с растворчиком, помещают в аппарат, где идет считывание, сколько там находится, какая концентрация вируса в данном клеще. Для того, чтобы исследовать клеща на клещевой энцефалит, нужно, чтобы у него была целая головка, потому что вирус находится в слюне. Исследование в лаборатории занимает один день. Если вирус обнаружен, пострадавшему от укуса назначают экстренные меры профилактики. Однако не каждый клещ требует специальных исследований. Врач, извлекающий его из кожи, анализирует каждый конкретный случай. Учитывая место пребывания, место присасывания клеща и время его присасывания, доктор может назначить экстренную профилактику без исследования клеща. Экстренная профилактика против клещевого энцефалита и болезни лайма проводится для пациента бесплатно. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События.